Вас интересует, что только не ругаться, договоримся, чтобы ни одного слова матерного не было. Давайте, хорошо, давайте, пообщаемся. Ну так, я первым делом спрашиваю, вы когда-нибудь эту книгу читали? Конечно, читали. Я нет. Не знаешь, да? На мой взгляд. Добрый день. Я очень прошу, только плохие слова, чтобы не говорили. Нет, вы слышали, и зачем вы в Библии и сами... Ну хорошо. Вы во время, когда с человеком разговариваете, можете не курить? Могу. Пожалуйста. У нас не принято разговаривать, когда люди курят, сами себя отравляют. Нам их жалко. Где, где? Мы православные христиане из города Барнаула. Людям рассказываем о Христе. У меня умер брат три месяца сегодня, ровно три месяца. Он был парализован на 17 лет. И перед смертью он два ролика составил, сейчас рулетки. Я тут не знал про этот канал. А потом, когда посмотрел, это Содом и Гамора, тут блудят, развращаются, анонизмом занимаются открыто. Голые мужики валяются процентов 50. И мы пришли сюда, Евангелие сказать людям, чтобы Христос придет судить мир. Все грешники, прелюбодяя в аду, будут гореть с сатаной. А кто заповеди Божии исполняет, с Христом в царстве будут. Уже через неделю Пасха Христова будет. Вам не поздно еще начать поститься хотя бы неделю. Ну, не согласен с этим делом. Очень сильно не согласен. Ну, что не согласен. Знаете, а почему не согласен-то? Знаете, написано так. Делающий добро идет к свету, дабы явно были дела его. А делающий зло ненавидит свет. Вот у нас во дворе инвестиционный магазин почти стоит. И в это время его вскрыли, а шофер разворачивался светом на них. И сразу увидели, их схватили. Они больше всего на суде говорят, проклятый шофер рассветил нас. Вот так люди, которым говоришь о Христе, они трясутся. Нет, больше всего. А вот смотрите, вот есть распятие, да? Да. Это две палочки, грубо говоря. Ну, если уже говорить, как у Христа было, вверху была надпись. Все есть Иисус на заре и саре иудейский. Это дощечка. Вторая, где руки раскинул. Больше ничего не было. А у православных условно приняли еще внизу, вот так, напоперек. А почему наперек? Ну, это два разбойника были, это образно сказать. Один справа, другой слева. Хотя не написано, с какой стороны покаялся. Но считается, правая сторона спасительная. А вот тут зеркальное отображение. А левая погибельная. Поэтому от Христа смотреть, то поперечина, это вот так вот наклоненная. То есть, руки Христа, как весы, взвесили, подняли разбойника к небу. Это... А почему у Татар вообще нет Христа? Как говорите? У Татар. Меж полумесяц, да? Да. У Татар, почему нет Христа? Как вы далеко от микрофона, что-то слова непонятные. У Татар, почему нет Христа? У Татар. Сука-то. У мусульман. У мусульман? Да. Ну, у них есть Иисус, они говорят Иса. Но это не наш Иисус. У них Он вознесся, а у нас Он умер за грехи мира. И распятый был похоронен. А на третий день воскрес. Вот через неделю будет Пасха. Не, Иисус воскрес – это Пасха, да? Да. Ну, вот опять же я не согласен. А почему, смотрите, то есть одев, да? У Иисуса, то есть Бог, получается, почему Он его отправил вот прямо на смерть? А вот почему. Знаете, нет больше той любви, как то душу положено за друзей своих. И вот в Третьяковской галереи есть один зал, называется «Явление Христа народу», картина Иванова. 20 лет он ее рисовал. И там из пригорка опускается Иисус, а тут Иоанн Креститель стоит. И он вот так говорит, это Евангелие от Иоанна, 1,29. Вот Агнец, ягненок Божий, который берет на себя грех мира. Он любовь показал. Отец отдал за нас, грешных, сына своего. Он грехи наши взял на себя, если мы покаемся. Ну, блин, я не согласен с этим делом. Вот как обычно, вот пока две палочки есть, их потом целуют. А почему вот эти палочки до этого пока не случаются? Да мне вам палочки нет, никакой палочки не надо. Вот рисует четыре, вот так больше ничего нету. Этого достаточно. Главное, что крест. Это пустое, на пустом сатана проворачивает. Вы думайте о том, вот вы сегодня умрете. Где ваша душа будет? Да она будет всегда, не знаю, вознесется один хрен. Она еще к нему не уйдет. Знаете, я вам сейчас отвечу. Я родился в старообрященской семье, в Беспоповской. И с детства, я не знаю, это может с двух лет я знал, что я верю в Бога. И все у Бога. И суд Божий будет, и будет ад, и рай. И мне маленького мать говорила, в пионеры вступишь, в аду будешь гореть. Я не вступил ни в комсомол, нигде. Воровать будешь, с женщинами блудить будешь, в аду будешь. Меня Бог от всего сохранил этого. Я еще ни одного матерка за 80 лет не сказал. Но в 23 года, после армии... Слушай... Это не Бог сохранил. Нет, Господь, страх Божий перед Богом. Это только самовнушение. Бог не сохранил. Это Господь сохранил. Я-то про себя знаю, зачем вы в мою биографию влазите. А в 23 года... А в 23 года... Знаете, что он вас сохранил? Может, он на вас вас не принял еще? Ну, вот зачем вы пустословите это? Ну, я смотрю... Я вам так же говорю, что... Смотрите, он бывает, есть там... Вот я там полетел на самолете, или не полетел, а самолет разбился. Вот меня Бог сохранил. Он меня не сохранил, он просто не принял меня, и все. Господи, вы что... Вы все ответили? Нет, это не велика. Нет, это неправда. Неправда. Так, скажите, вам без Бога хорошо живется? Да и... Какая жизнь? Какой смысл жизни вашей? Ответьте. Подождите, стой. Подожди, стой перебазарю. Что с Богом, что без Бога. Одна хрена тень твоя. Ну, 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 тихо, тихо. Я просил вас никакие слова нехорошие не говорить. Конечно, ну, я же... Ну, оно не то, не то, не в другую сторону. Не хорошо. Так, вам не нужно духовно ничего знать. Я говорю, в пустоту бросаю. Как говорится, перед свиньями жемчуг. Зачем вы это делаете? Вы будете здесь сидеть сто лет, в рулетке ничего не узнаете, кроме блуда. Я вам говорю истину, истину говорю, а вы противоречите. Не противоречите. Так, все. Тогда слушай внимательно. Пусть товарищ помолчит. Если вы зайдете... Подождите, все пьет и пьет. Вы дух блуда пытаетесь заморить у себя. Вы что делаете? То при людях все время пьете. Этого нельзя делать. Подожди. Подожди. Не включайте эту дребедень-то. Дайте мозгам отдохнуть. Ну, все. Я так мозг. Мозги отдыхают. Вы когда-нибудь такую книгу читали, нет? Никогда. Нет. А вот если бы вы читали и верили, у вас бы вот это не звучало. Это не музыка, не что. Просто сатана в ад летит и колотится об ступеньки. Ну, тогда я просто уверен, что верю в сатану и в Бога. Это плохо. Вы через неделю услышите, как земля вся ликовать будет. Христос воскрес. Он победил дьявола. Дьявол скованный. И только ярится на людей. И ищет, кого поглотить. Во всей ярости. А вы только смотрите, можете поговорить, чтобы ни разу не заругаться? Ну, я не заругался. Нас спрашивают, откуда чего мы из Барнаула, Алтайский край. Людям пришли возвестить путь спасения. Я тоже из Барнаула и тоже Алтайский край. Ну, тем более, молчи, если из Барнаула. Вы запишите нам. Время у нас может не быть. Вы обычно сразу выключаете. Запишите наш канал, как называется. Видеоканал. Во свете Библии. Извините, просто, как сказать, я в сатану в Бога вообще не верю. Я верю в Бога убудить кушатые военные. Хорошо, хорошо. Я сам как бы на служащих. Ну, ничего не верьте. Я прочитаю людей, которые... Вы последнюю книгу какую прочитали? А? Какую последнюю книгу прочитали? Какого автора? Устав. Боинская часть. Когда было? Сколько лет назад? Ну, вчера, походу. Походу. Ну, так что же. Много-то ты не узнаешь из этого устава. Тем более, не по уставу живут там и следовщина, и всякое нехорошее дело. Сейчас такого нету, сейчас дедовщины нету, сейчас полностью все под уставом. Да куда оно делось-то? Две тысячи человек, говорит, каждый год мертвецов увозят с армии. Нет у кого-то. Совет матерей, совет матерей. Это, извините, тут же боевые точки. Как получилось? Потому что между нами идут теракты. Теракты между Сирией, Донбассом и некоторыми людьми, которые не хотят нормально жить. А ладно, нету никаких. Это мертвые, они все ожили. Совет матерей зря работает над этим. Дело в том, что если бы я не служил в армии, дело другое. Вот вы спросите, почему вы перед экраном пьете? Один вопрос ответите. Зачем? Да это никто никогда не делал. Я вот, допустим, у меня уроки в университете. Два часа. И за всю жизнь я ни разу не выпил. А как бы я пил-то? Люди на меня смотрят, а я бы жовал, сидел. Вы самое элементарное не знаете, чего нельзя делать. А я Бога не верю. Да, конечно, не верят. Почему? Почему вообще вы так говорите, что нельзя что-то делать? Да и так понятно. Есть нации, которые присутствуют. В своей стране. Видите? Разницы никакой нет. Понимаете? Если вы ничего не считали, по миру не ездили, ваши знания очень ограничены. Вы должны признать и слушать, когда говорят люди, которые больше... Очень много здесь побывал. Очень много здесь побывал. Вы где? В каких странах были? Например, Москва, Анапа, Сочи, потом Геленджик. Нет, я говорю страны, страны, как Великобритания, Япония. Я не выездной, я только по России. Ну вот, видишь как. А у людей разные обычаи. И мы, когда с ними встречаемся и будем делать не то, что делается, нас за людей считать не будут. Да ладно. Чего так сразу-то? Так, не забывай, дорогой, что через неделю будет Пасха Христова. Я в курсе. И люди, и земля, и небо будут петь, Христос воскрес. И будут везде воистину. Воистину, то есть он действительно воскрес. Это здесь человек еще что-то говорит, хорохорится, но когда уже умрет, ему тогда будет по-другому все. Говорят, не умрет, горя хватит, а мы говорим, умрет, горя хватит. Там ему бесы будут горящей кочергой, говорится, расписываться на спине. Ладно, дед, давай, хорошо поболтали. Так вы найдите наш Ютуб и там посмотрите во свете Библии. Вы никогда не пожалеете. Хорошо, найду. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Все, с Богом. Здравствуйте. Здравствуйте. Сын Божий, Пардимин, я зову. Да, через неделю мы будем отмечать Пасху, когда Сын Божий умер на кресте и воскрес. Вас как зовут, извините, пожалуйста. А в этом что я тогда с себя назову? Польза какая-то вам будет? Да, будет. Вот, тогда записывайте. Берите ручку записывать, я буду говорить. Нет, не нужна, у меня хорошая память. Нет, ваша память плохая, у вас глаза полуоткрытые, значит, вы не совсем трезвый. Я очень не трезвый, но память у меня хорошая. Хорошая. Найдите наш Ютуб канал, называется Во свете Библии. Я говорю, слушай внимательно. Во свете Библии, а дальше подставите имя мое Игнатий Лапкин. Не просто как-то вам польза будет от моего имени. Вы откройте канал, на котором 14 800 роликов. Не роликов, а просмотров и подписчиков. Я говорю роликов, а просмотров 34 миллиона. 34 миллиона просмотров? Да. Ну-ка, подождите, найду сейчас прямо вот. Во свете Библии, зарядите. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете Библии, да? Да. Не торопитесь, не уходите только, не выключайте. Да, не выключайте. Игнатий Лапкин. Есть такое. Вот, ваша борода тут нарисована. Ну, нарисована. Это у меня не нарисована стоящая. Но еще посмотри, сколько просмотров? 35 тысяч подписчиков. А вы говорите. Я говорю подписчиков просмотров. Просмотров сколько? Про подписчиков мы не говорили. А, ну, сейчас секунду. А вот самое большое видео... Нет, вы не на это смотрите. Общий просмотр, сколько? Общий просмотр. 34 миллиона. Нет. Ну, у вас не показывает. Вы не знаете, как смотреть. Вы зайдите на мой канал, там... Ну, ладно, не об этом речь идет. Слушайте внимательно. Я вам сказал, как. Теперь смотрите. Если вы зарядите... 35 миллионов, вы сказали. Вы уже собрали. Зачем мне дальше вам верить? Так, о чем собрали? Покажите. 35 миллионов, вы сказали. Я сказал, 34 миллиона просмотров. А вы говорите трезвый. А вы... Нет, не об этом. Это не подписчиков. Мы о подписчиках... О подписчиках не говорили даже. Просмотров, просмотров. Не на одном видео нету больше, чем... Вы не можете смотреть, не знаете как. Посмотрите, где канал. И теперь канал изнутри посмотрите. Вы не умеете пользоваться каналом. Нашли? Нет. Я вам покажу. Вот. Да. Ну, я вижу, да. Ну, а теперь посмотрите, сколько просмотров. 51 просмотров, блядь. 51. Ну, ладно, ладно. Я говорю, что вы не туда нажимаете, чтобы она открыла вам. Ладно, открою. Какое видео открыть? Да не видео. Видео не надо открывать. А там, где написано о канале. Канал и теперь данные канала. Ну, что, сколько просмотров? 35 тысяч подписчиков. Ну, подписчиков. А просмотров сколько просмотров? На каком видео? На каждом видео разное количество просмотров. Да видео не надо смотреть. Там техника подсчитала. У нас там 14 тысяч 800 роликов. Вы откройте. Это ваше видео? Это наше видео. Нет, это не наше. Вот это не наше. Это другое. Я даже не видал его. А которое впереди было, там наше. Это не наше. Выбросьте его. Так, ну ладно. Не отвлекайтесь. Я вам кое-что скажу еще. Ничего себе. Все, я зря время трачу на вас. Смотрите внимательно. Что за книга? Не, не тратим. Не, потратим. Что такое? Мне интересно, о чем вы хотите мне поверить. Я хочу сказать, через неделю будет Пасха Христова. Спасибо, да. Я знаю об этом. Вот. И Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И люди, которые не верят в Бога, они будут в аду. Только не ругайтесь, пожалуйста. Я не ругаюсь. Ну ладно. Я просто в Бога не верю. Это плохо. Потому что делающий злое не верит в Бога. Библия говорит на этот ответ. Сказал безумие, сердце своем нет Бога. Псалом 13. Библия для вас она создана, а для других не создана. Ну, для других. А каких других? Каких вас? Для кого-то есть люди? Для кого-то нет. Ну, нет, у нас не считал. Он кроме бутылки. Он на мир через горлышко бутылки смотрит. Вот так вот. Почему вы вот так вот агентируете за вашу веру? Я может... Ну, ладно, ладно, ладно. Зря встретились. Вы смотрите наш YouTube. Вы там много найдете. А если ставите слово сайт, зайдете на сайт. Там море информации. Там 38 томов моих книг найдете. Вы отсюда. Я вас троекомеру, конечно. Так. Вы попадете тоже на YouTube. Ну, ладно. Всего хорошего вам. С какого города? Город Барнаул, Алтайский край. О-о-о. Ну, вы, да. Конечно, здесь река будет не очень. Ну, все, ладно. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok